Это отсылка к предыдущему ролику, я там рассказывала о родительском чате и вот еще такой момент, для меня это очень странно и возможно я совсем не права в данном вопросе, но есть некоторые родители, вот особенно одна, она постоянно пишет, а хорошо было бы собраться на природе. Это еще плюс-минус было уместно в самом начале учебы, когда дети только пошли в школу, просто я там рассказывала о столовой и начала говорить о родительском чате и поэтому оно как бы связущее звено между собой получается. А хорошо было бы пойти вместе на природу, возможно это было бы уместно, когда дети еще друг друга не знали и дети бы познакомились, но например я не знаю как у других родителей со временем, у меня нет времени вообще, у меня нет времени ни на каких там, я не знаю, друзей, подруг, улик, поездок и так далее. Я работающий человек, я занята, то домашки эти, то поделки эти, то еще что-то, то что-то нужно купить, то приготовить, то поубирать, у меня вот такое количество работы, я иной раз сплю по 2 часа. Я за весь первый класс в основном преимущественно спала по 2-4 часа в сутки и вот последние 2-3 недели я очень сильно заболела, я только вот вычухиваюсь с этой всей историей. И вот у меня нет времени. И вообще, честно, для меня это люди другого менталитета, то есть они русские, я украинка. Они выросли на другом, они выросли на других сказках, на других принципах, на других историях, вот даже рукавичка. Для меня это украинская народная сказка, для них русская. То есть такое, да. Хотя я, например, больше видела книг, больше литератур и больше изданий, даже русскоязычных, где пишется, что это украинская народная сказка. Ну ладно, это не суть. В общем, они выросли совершенно на других вещах. Они по-другому разговаривают, у них другой акцент, они по-другому одеваются. Для них другие вещи совсем есть привычными, являются привычными. У них другие шутки, у них другие фразы, там, потихо, и вот эта вот традиционная приморская фраза чаще всего встречается во Владивостоке. То есть для них они совсем другие люди, другой менталитет. Мы визуально, внешне мы одинаковые, да, то есть я ж не там русская, да, приехала к китайцам. Визуально мы похожи, очень похожи, но очень большие отличия все равно присутствуют. Я бы не хотела, чтобы меня, то есть я не собираюсь сейчас учить приморский акцент, вот как там владивостокцы выражаются, там. То есть они говорят достаточно быстро, они глотают гласные, они, ну, допустим, слово пока-пока в их речи звучит пка-пка. То есть они глотают согласные, они ставят периодически, как-то неуверенно, как будто два ударения в слово. Вот я уже рассказывала, я так не скажу. Вот в слове Владивостокское, Владивостокское, о, а они как-то вот Владивостокское, то есть они как-то неуверенно говорят, то есть они как-то вот два ударения пытаются сказать в одном слове. Это очень странно звучит. Я не привыкла к их речи, она слишком беглая, тихая, глотают вот эти гласные. Я стою, чувствую себя идиоткой, я вот так стою и прислушиваюсь. Да, проблема осталась та же, та же спустя полтора года. Почему? Потому что я практически не имею общения с местным населением. Я общаюсь все равно преимущественно либо с украинцами, либо же это общение вынуждено, ну, например, там поговорить с каким-то учителем или с продавцом в магазине или с педиатром в больнице. Да, опять же, очень много приехавших людей, там, таксисты и так далее, там, очень таксисты в основном, там, нерусские, да, там, ларечки, вот эти магазинчики маленькие узбекские. Опять же, это все понаехавшие люди, и они тоже нерусские, и мне их гораздо легче понять, чем понять местное население, да, именно вот самих приморцев. Потому что, ну, я не понимаю пока их речь, вот, и я не стремлюсь, вся фигня в том, что я не стремлюсь. То есть, моя работа не связана абсолютно с тем, чтобы общаться по, прям, обязательно, да, с местными, вот. Люди, которые, вот, приезжие, я прекрасно понимаю их речь. Я быстрее пойму узбека с его акцентом, да, там, и так далее, или, там, таджика, чем, например, я пойму самого, вот, приморца. Мне тяжело понимать их речи, как я уже сказала, я не стремлюсь, потому что с настоящими, вот, именно, приморцами я общаюсь мало и по вынужденности. То есть, это либо кто-то из родителей, но, опять же, это односложные ответы, да, да, нет, нет, понимаю, а у меня вот так все. Либо это учительница, которая сама преимущественно говорит, потому что она рассказывает мне за моего ребенка, да, допустим, вот. То есть, я отвечаю ей гораздо меньше, чем рассказывает она мне, получается. Либо она мне пишет голосовое, если, там, беседа в WhatsApp, и я ей пишу чаще всего текстом, вот. Опять же, я в основном в движении, и даже если я дома, у меня, там, что-то малое орет, кот бегает, там, и так далее. Все не очень люблю, вот это вот, когда слышно очень много внешних помех, так сказать, у меня вот голос, вот такой, вот, я куда-то на сопку поднимаюсь вверх, вот, куда-то бегу постоянно. И хочется все-таки более понятный текст от более взрослого человека, а не вот это, вот, бежишь, и вот это, да, да, да. Это я знакомым могу, там, родителям такую смс-ку прислать, вот. А так все-таки, когда ты общаешься в более официальном ключе, я стараюсь присылать нормальные сообщения текстовые, вот, а не голосовые. Хотя и голосовые тоже бывают, когда вот совсем некогда, но вопрос прям конкретно срочный, я не знаю, там, я в паспортном стою, а мне там кто-то из учителей срочно написал, мне надо срочно прям ответить, я могу быстренько ответить голосовым. Опять же, потому что они сами пишут голосовые сообщения, потому что, ну, такова ситуация, что я не могу сейчас написать текстом. Ну, и плюс мне кажется, что учитель, он может, как бы, да, в ходьбе между классами наговорить мне голосовое, а потом он может уже быть с учениками или еще где-то, и ему будет гораздо удобнее прочитать голосовое, да, без свидетелей, так, прочитать текстовое сообщение, без свидетелей, так сказать, чем сидеть и ждать, пока, как бы, закончится урок, разойдутся дети, и можно будет послушать это голосовое. Ну, допустим, если не вести речь о наушниках или еще что-то, но я думала, странно, если учитель будет одевать наушник, чтобы послушать голосовое прямо во время урока. Все-таки текстовое сообщение прочитать гораздо проще, если говорить именно касаемо этой ситуации. А текстовая речь у меня достаточно неплохая. Хотя, к сожалению, я заметила, что у многих взрослых людей здесь текстовая речь достаточно плохая. Потому что очень многие не знают, как называются русские буквы. То есть я часто слышу букву Мэ вместо М, Нэ вместо Н и так далее. И буква Рэ вместо буквы Р. И меня это ужасно раздражает, потому что ты слышишь это достаточно часто от успешных людей, у которых есть бизнесы, машины, которые хорошо одеваются. И странно, что такие люди, у которых опять же есть бизнесы, которые по идее должны быть грамотными, они вот такие безграмотные. Это ужасно на самом деле. Козырное слово часто вижу подделка с двумя Д вместо слова подделка. Ну подделка, поделать, поделать руками. Вот. Не подделать что-нибудь, да? Не подделать телефон, да? Там айфон китайский, да? Это подделка. Ну допустим. У меня ксиоми. У меня не китайский айфон. Допустим, да, китайский айфон. Это подделка. А ребенок своими руками сделал подделку. И меня это очень раздражает, вот это слово. И как бы поэтому я редко все-таки вот общаюсь с приморцами. Я чаще общаюсь вот. И значит, я о чем это? И в общем-то часто звучало такое предложение куда-то пойти в кафе или там на природу. Я прекрасно понимаю, что, ну, ребят, толпа, большая толпа взрослых людей. И скорее всего это будут не только один родитель, да? Ну допустим, 28 детей в классе. Это же скорее всего придет не один родитель, да? Какие-то родители вообще не придут. Ну а кто-то придет вдвоем. А кто-то может еще и бабушку прихватит с собой. Вот. И в общем-то вся история в том, что люди будут по-любому пить алкоголь. Алкоголь, дети, природа. У меня это несвязуемые вещи. И как бы я уже сказала по поводу речи, мне не хочется сидеть и рассказывать. Здесь люди живут в конкретной безопасности в Приморском крае. Здесь как-то особо не коснулась война. По крайней мере не до такой степени, как это было у нас, например. Вот сейчас у нас война идет. Здесь же сейчас нет войны. Здесь не было все так сложно и тяжело, как в том же Ленинграде, да? Ленинградская блокада во время предыдущей войны и так далее. Здесь как-то они все равно живут на отшибе в какой-то безопасности. Я не говорю, что здесь не было совсем войны. Но как-то здесь люди, я не знаю, здесь люди живут достаточно хорошо, достаточно богато, достаточно беззаботно. Вот на тех же подростков смотришь и так далее. Да даже на взрослых людей. Очень многие даже взрослые люди, вот на них смотришь, у меня такое ощущение, что они не выросли. Что они не выросли, что они до сих пор являются детьми, они ведут себя часто по-детски. Это ужасно на самом деле. Такое ощущение, что человек просто жил на всем готовом, что его вот воспитали родители, помогли ему с учебой, дали ему работу. Пнули под зад взрослую жизнь в свою собственную квартиру, а ребенка воспитала жена. И вот мужчина совсем, просто я недавно имела возможность столкнуться с мужчиной, который вел себя совершенно по-детски. То есть, когда я на него смотрела, он отворачивался. А у нас дети, между прочим, общаются. Он отворачивался. Когда я стояла, писала смс-ку или там наговаривала голосовое, он поворачивался опять. И только поднимая взгляд, он опять отвернулся. То есть, даже если он не хотел со мной общаться, элементарно даже не поздороваться первым, а хотя бы принять то, что я с ним здороваюсь и ответить мне, можно было бы. Потому что я поведение такое считаю, ну вот категорически взрослым, детским. Это очень детское поведение и очень странное, когда ты не знаешь, здороваться тебе с человеком или нет. Когда ты стоишь и ты отворачиваешься, отводишь взгляд. Просто поздоровайся, мы на достаточно близком расстоянии. Или прими то, что я с тобой здороваюсь. Но здороваться, например, я с человеком, который от меня отворачивается в данный момент я не буду. Потому что такое было, что я иду, я здороваюсь, человек отворачивается, хотя меня видит. И я чувствую себя плёванной. Мне это неприятно и больше я здороваться с таким человеком не буду. Когда я точно уверена, что человек со мной не поздоровался, хотя меня видел, например. И опять же, у меня очень плохое зрение. Мне достаточно тяжело, потому что я, например, во-первых, я не знаю всех родителей, которые вот в классе. И мне это достаточно тяжело, то есть я не понимаю, этот человек это родитель одного из одноклассников Дамира или нет. То есть я этого не знаю, если я точно не знаю человека, у меня начинает вот эта вот неловкость я какую-то испытывала. То есть я не знаю, мне поздороваться с человеком или нет, я его не знаю. Поэтому мне это ощущение очень неприятно, вот этой неловкости. А бывают люди, с которыми я уже даже разговаривала в принципе, но я их не узнаю, потому что они на каком-то расстоянии от меня находятся. И я не уверена, это этот человек или нет, потому что я очень плохо вижу. И люди, которые меня лично знают, они знают, что я могу даже пройти в упор, посмотреть и не заметить человека. И это самое стрёмное. И они знают, что ко мне нужно подходить поближе, подзвать меня, я, короче, поздороваюсь. Вот такой вот я человек с таким ужасным зрением. Вот, и значит, и значит, и значит, и значит. Вообще была когда-то такая ситуация, когда я стояла в овощной лавке в очереди и встретила двух своих учителей. Одна из них даже была директором у меня. Директора я узнала, я с ней поздоровалась, а учительницу не увидела. И она потом на меня обиделась и 1 сентября мне всё высказала, хотя я ей даже цветы подарила. Она говорит, ну, типа, за цветы тебя прощаю. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот, ты со мной не поздоровалась, мы стояли вместе в овощной лавке. Я говорю, даже вас не видела. Она говорит, ты в упор стояла возле меня. Я говорю, ну я вас не видела, у меня зрение ужасное, я не видела вас. В общем, вот такая вот история. И я часто думаю, там, здороваться нет, потому что я не пойму, это родитель или нет. И меня это, короче, очень грызёт и гложет вся эта история. И ещё есть такой момент, то, что я не пойму, а зачем нам, в принципе, встречаться. Все люди работают, у всех людей там какие-то бизнесы свои, там, дети, родственники, друзья и знакомые свои. Я не пойму вообще, зачем нам идти куда-то на природу и вместе там, короче, есть, распивать и так далее. Знакомиться? Ну, я, если честно, вот, может, я плохой человек, но мне правда хватает знакомых в своей жизни, мне правда хватает с кем общаться. Я не сильно хочу идти, ну, как бы, ну зачем? То есть, от этого что, лучше деньги будут на ремонт собираться или что? То есть, ну, я не хочу ни с кем ходить по кабакам, по ресторанам, по торговым центрам, по кафешкам. Я не вижу в этом смысла. Дети прекрасно и так уже друг друга знают, они уже разобщались, разнакомились. Я не вижу никакого смысла каждый пуг детей идти отмечать в кафе грамотами, медалями и так далее. Как-то первую четверть закончили, первые каникулы прошли, там, такую-то там четверть закончили. Я не вижу в этом никакого смысла. Я не вижу смысла в таком праздном образе жизни. И что меня очень сильно раздражает, это то, что вот школа, она вроде закончилась, но уже в июле нам опять написали. То есть, Демирс походил уже в этот лагерь, там тоже он денег вытянул. Вот, я уже рассказывала, что день похода в кино, это кино, вот, 100 рублей, попкорн 150, Кока-кола, вот, 80 рублей. И, кстати, и фильмы 12+, и, может, родители и против Кока-колы. Ну, вот так вот мы гуляем весело, да, первоклассники. И, как бы, ну, это деньги все. И, как бы, я уже просто подробно рассказывала о лагере. И полторы тысячи еще английский в июле. И тут, короче, июль и на 5, на тебе смс-очка. А ну-ка, сдавайте денежку. То ли это в самом разгаре, давайте на книжечки на сентябрь договорчики подпишем. И сдавайте так, чтобы вот прям завтра приходите с 5, там, до 7, и все, и вот капец. И, во-первых, время такое позднее, да, с 5 до 7, что-то как-то, ну, до 7 часов в школу прийти поздновато, как-то, мне кажется. Во-вторых, мне не понравилось то, что, ну, надо сдать деньги вот завтра, и все, и капец. На следующий день появилась смс-ка, уважаемые родители, кто, короче, не смог в понедельник подойти, в понедельник приходите. Я просто думаю, что мало может быть родителей пришло, мало кто заплатил, и поэтому дали отсрочку прийти в понедельник. Да не прийти они не смогли, они просто не смогли вытащить 3 тысячи рублей, вот так вот лихо, видимо. Мне очень не нравится, когда сборы денег происходят таким образом, что все дружно нарешали, и ты вот сдай, и сдай вот прям сейчас. Вот вытащи, рыгни где угодно, отстегни и сдай срочно. Но не у всех людей дома есть печатный станок, и не все люди могут вот так вот раз и достать эти деньги. Очень раздражает, когда говорят, что нужно принести в школу, тогда, когда уже вечер, и тогда, когда, ну, ну, я уже тут стою в домашних штанцах, это самое, в тренинг, и, короче, я тут стою в футболке, в тренинг, готовлю жрать, у меня моется посуда, у меня тут коптится все там в духовке на двух противнях, у меня тут комфорки заняты, я тут посуду мою, салат чикаю. И тут в разгаре всей этой истории, а принесите завтра в школу твою мать, а, и что мне, лету не бросишь, потом идти по потемкам, хрен знает во сколько, а будут ли работать магазины, а найду ли я то, что мне надо в этом магазине, потому что этот магазин, а вот этот уже работать не будут. Вот это меня тоже очень раздражает. И вообще, я, может, очень плохой родитель, но мне кажется, есть смысл как бы встретиться уже, ну, как-то, конечно, на живом родительском собрании проще познакомиться и пообщаться. Но я на нем не присутствовала, потому что я не могу оставить ребенка в 6 часов вечера одного дома. Ну, или в 7, я не помню, во сколько там было собрания, не могу. У меня нет дедушек, бабушек рядом, на которых я могу его оставить. Адамир это тот человек, который спалит хату, когда он останется дома. И всякие бывают в жизни ситуации, и он не готов. Если я оставалась вообще мелкая дома, сама спокойная, и с 4-5 лет вообще лихо сидела сама по полдня, то Адамир не такой человек, вот. И, ну, просит меня ребенок, не надо меня бросать одну, мне страшно одному сидеть. Ну, как я должна? Одно дело выйти в магазин на 15 минут, тогда тот же час с ним по видеосвязи трындишь, там, делаешь покупки, да. А когда ты уходишь, и ты не можешь, он не может тебя видеть и слышать, то есть, да, по видеосвязи и так далее. Ну, короче, ну, не готов он еще. Каждый по-своему, как бы, к этому относится, каждый по-своему. Кто-то готов, кто-то не готов, кто-то лихо ходит в школу, со школы в магазин в этом возрасте. Он не готов. Вот, опять же, учитываем психологический аспект того, что это мир оттуда, где война. И он чуть-чуть по-другому реагирует. В каких-то вопросах он достаточно взрослый, гораздо взрослее и более зрелый, чем у вас сверстники. А в каких-то вопросах вот он не может оставаться один, не хочет. Возможно, война тоже повлияла. Отношения внутрисемейные могли повлиять. То, что я очень много работала в свое время, тоже могло повлиять. Вот, что он хочет, чтобы я все время была рядом. В общем, все вот эти вот моменты. И я хочу сказать еще такой момент, что я не понимаю, то есть, зачем собираться. Зачем каждый вот этот момент так вот праздно отмечать. Следующий момент. Я считаю, что когда много детей, они все собираются на природе, собираются родители на природе. Все равно это, скорее всего, будут шашлыки, алкоголь. Кто-то все равно напьется. Я не хочу слушать слова в свой адрес в плане того, что у меня, например, украинский акцент. Я не хочу ни с кем ругаться. Это обязательно приведет к какой-то ругании, да, когда такое большое количество разных людей. Это все равно может привести к какому-то конфликту, который мне, например, абсолютно не нужен. Я не хочу слушать ничего об Украине, о моем менталитете, о моей стране и так далее. Я не хочу рассказывать людям, что мне, например, не очень нравится их город, да. То есть, находка мне не очень нравится. Мне не очень нравятся многие люди, которые вот здесь живут, потому что у меня было много неприятных ситуаций. Но очень много и хороших людей здесь живет. Мне не все нравится в этом городе, но мне нравится здесь природа. Я уже об этом рассказывала. Вот. То есть, ну, что мне надо рассказать людям? Они вот, многие местные, они хотят, чтобы я сюда приехала, увидела находку, и они у меня спрашивают, как тебе? Они хотят, чтобы я сказала, обалдеть! А я не скажу такого. И у них почему-то такая реакция, типа, как-то тебе не нравится. У нас самый лучший город. Ты чего? Это же круче. Находка, это круче всех. Это круче, чем Владивосток. Вот куча природы. Тут спокойно, тут классно. Это круче, чем Москва. То есть, люди, живущие здесь, они очень сильно влюблены в свой город, и они не хотят слышать, что кому-то он не понравился, но они постоянно задают этот вопрос. То есть, говорить не честно, говорить мне не понравилось, я не хочу. Могу, конечно, сказать, как бы, объезжая эту тему, сказать, что мне природа здесь понравилась. То есть, вроде бы, как и не обидела, но, опять же, если будут какие-то расспросы. В общем, я не хочу. Я не хочу рассказывать о себе, незнакомым, посторонним людям. Я не хочу. Да, у нас дети вместе учатся, но это они вместе учатся. Это вот они вместе учатся. Я как бы... А родители, это уже другой вопрос. Вот, я же к этим детям не имею отношения. То есть, я имею отношение к своему ребенку. И, опять же, если какой-то конфликт возник, еще что-то. Если родительское собрание, которое проходит в школе. Это да, в эти моменты. Я согласна встречаться. Но я не понимаю, зачем ходить в кафе, на природу, еще с кем-то, именно собираться родителями. Если все равно у каждого своя работа, свои дела, своя семья, свои друзья. И свои какие-то интересы, посиделки, сборы и так далее. Зачем собираться родителями? Я не понимаю, почему у некоторых так... Тебе общаться не с кем, тебе не с кем сходить на природу. У тебя нет каких-то дел. Почему так некоторым очень сильно хочется собраться родителями на природу? Я не понимаю. Может я неправильная какая-то, может это связано опять-таки с их менталитетом. И действительно вижу, что очень многие находкинские товарищи, они собираются огромными толпами, ездят на какие-то беседки, там шашлыки у них, там природа. Возможно они вот показывают таким образом свою хлебосольность, возможно они такие компанейские, возможно они такие вот любят они так проводить отдых. Менталитет у них такой, мне этого не понять, но я совсем не хочу никуда идти, никуда собираться, у меня на это нет ни времени, ни желания, и я совершенно нацураюсь этих людей, и я прекрасно могу поддержать беседу, в случае чего я могу ответить на какие-то вопросы, могу ответить на звонок и так далее. Вот, все нормально, я ни от кого не открещиваюсь, я не говорю ни от кого плохие вещи, я считаю всех замечательными людьми, просто мне совершенно непонятно это стремление и такое времяпровождение. Наверное я не права, но мне со знакомыми, с людьми с которыми я дружу, это одно пойти на природу, и то не постоянно, заседатайствовать на природах, кафешках и так далее. Люди, которые входят в тесный мой круг общения, это одно, но ходить туда с незнакомыми пока для тебя людьми, а по сути они являются незнакомыми на данный момент мне людьми, для меня это странно. И прикрывать это тем, что дети разнакомятся, пообщаются, дети уже давно знакомы и давно общаются, и у Дамира есть многих одноклассников, номера телефонов, с кем он общается, и у них тоже есть, и они общаются, созваниваются, смсятся по ватсапу и так далее, делятся роликами с лайка и тиктоков, поэтому, с тиктока и лайков точнее, вот, поэтому, ну, может я ханжа, я не знаю, правда, вот серьезно, я не знаю, как к этому относиться. Ну, я вот такой вот я человек, вот такой вот я человек, и мне очень сильно кажется, что, ну, типа, не знаю, типа, ну, зачем, зачем на природу идти? Короче, я не очень хочу туда идти, ни на какую природу, не потому что я считаю себя самой лучшей, самой замечательной, лучше, чем другие. Я просто, правда, не понимаю, зачем туда идти, и мне просто, правда, кажется, что когда такая толпа взрослых людей, скорее всего, будет алкоголь, а под алкоголем неизвестно, как кто себя ведет, потому что я этих людей не знаю. Под алкоголем люди будут плохо смотреть за детьми, и дети могут попасть в какую-то опасность, потому что это природа все-таки. Я уже была на природах, где и дети тоже страдали, вот, и мы ходили когда-то с классом в третьем классе на природу, мальчик получил сильнейшие травмы, там пила валялась, и он, короче, руки там, там жопа, там на скорой забирали, и он потом сидел, занимался дома, класса до седьмого, до восьмого, потом я его еще некоторое время видела. Я эту историю подробно рассказывала, не хочу сейчас к ней возвращаться, потому что это природа, дети могут спрятаться, дети могут заблудиться, дети могут подшутить над кем-то. Это опасно, алкоголь снижает бдительность, во время распития алкоголя можно плохо смотреть за детьми, что-то может случиться, может быть с кем-то конфликт из родителей. Поэтому я считаю, что если когда ты поддерживаешь нейтральное общение, все-таки конфликты, они как бы, да, ну, даже если неизбежны, то он, по крайней мере, не будет открытым, да. Вот, поэтому я считаю, что не стоит ввязываться, вот, даже вот в ватсапе часто бывают конфликты, я считаю, что в них не стоит ввязываться, в эти конфликты. Вот, я вообще не понимаю, зачем вот это вот так, рьяна, бура, что-то обсуждать, защищать и так далее, высказывать что-то, каждый все равно останется при своем мнении. Это во-первых. Во-вторых, как я уже сказала, ну, правда, я не пойму, я не пойму. У меня тут, ну, как бы, различия менталитетов, различия речи, я не хочу, мне не хочется, мне не хочется, все. А природу, к слову, если кому-то очень хочется на природу, то на природу я вообще хожу практически каждый день, то на речку, то на море, то в лес, поэтому ходите на природу, гуляйте, дышите свежим воздухом, а мы погнали по магазинам, потому что у меня одно видео 50 минут там с чем-то, это видео 25 минут. У меня уже с вами очень сильно заболталось, поэтому давайте до новых встреч. Вот, я не знаю, как вы относитесь, вот, кстати, у меня, а вот корпоративы я обожаю. Вот, вот, вот в этой ситуации я почему-то не хочу никуда идти, а вот корпоративы я капец как люблю. Но, опять же, это относится к тому, насколько ты любишь свою работу, насколько ты любишь свой коллектив. У меня не на всех работах были корпоративы, не на всех работах я их любила. Но была у меня одна работа в магазине, где я безумно обожала корпоративы, и там для начальницы любой пук, любой вздох, это была причина корпоратива. И вот у нас корпоратив на корпоративе, корпоративом погоняет было. И мне так нравилось, вот, честно, вот корпоративы я очень люблю, вот так.